Сарака-кватерный дом для шмат детных побудовали на месте, якое мясцовое горожане выкарестовывали, як присядебные участки. Нельга сказать, что они упрыгожывали городский поселок. Дом выглядит тут куда больше пригожа. Для города этого уголиса, правда, значная подея, и не только по этой причине. Сгодно с дадзинами демографичного штогодника, який опубликовал Национальный статистический комитет, зараз у Кармянском районе проживает крыху больше, как 13 тысяч человек. При этом тут далека не самая горшая демографичная ситуация, а таки показчик, як узровень народжальности, перевышая агуль на областных. И такая личба. Сёння на Кармянщине зарегистровано 319 шмат детных семьев. Некоторые из них у гэты месяцы стали уладальниками новых кватер. У Валеры Икараткевич недохоб квадратных метров узник после народжения третьего детяти. Тому на пропанову побудовать уластное жилье она отказала стануча. Тем больше, что основная частка отриманного кредита будет погашена за кошт державы. То есть нам предложили, вот вы можете поучаствовать в строительстве. Для начала встаньте там в очередь. Я собирала необходимые документы, стояли в очереди около, наверное, года, может быть даже меньше. Ну и потом вот объявили, что будет строиться дом по улице Батурова для многодетных, 40-квартирной, предложили поучаствовать в строительстве. Ну мы согласились. Будовництвом Кармянского дома для шмадетных займался Гомельский объединенный будовничный трест. Под час приезда нашей здымочной группы на объекте завершались опушные работы. У основным подобра упорядкованные территории и фарбуц фасада. Сами будовники кажутся, что своей работой задоволены. Во всяляком разе имкнулись сработать ее якостно. Но в любом случае они готовы выслухать за уваги жильцов, когда такие все же будут. На кончатковом этапе будовництва у своих квартирах побывали практически все, некоторые по несколько разов. Почти все жильцы приходили, смотрели свои квартиры. Если были какие-то замечания, то устраняли претензии. Все выслушиваем и стараемся исправлять.